Боже, будь милостив ко мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславство грешит, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истинного блажительства, Богородицу Пресноблаженную и Пренепороченную, и Матерь Бога нашего, Счастнейшего Херувима, славнейшего истину Серафим, Безыстрения Бога, Слово Родишию Сущую, Богородицу Тебе обещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресый измертвый, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, силы Честнага Животворящего Креста, святых ангелов наших родителей и всех ради святых, помилуй, спаси нас, яко благо и синий человека любится, аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчислав, ты грешил, Господи, прости меня, грешный, и помилуй. За молитвы святых отец нашей, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Благодаря Духа, ныне и пресно, и во веки и в пол, аминь. Царю Небесный, утешите ли души истины, и живи для сей, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, аминь, и восчистены от всяких скверных спасей. Блажи души наши, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки и веков, аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки и веков, аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно, и во веки и веков, аминь. Отче наш, Иже и Сыну и Небесе, где святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на Небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем вожнюком нашим. Не введи нас на искушение, но избави нас от лука Бога, ибо Твое есть Царство, Сына и Слава, во веки, аминь. Оставши от сна, припадаем тебе блажь, ангельскую песню, пресно, и веки сильные. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица и помилуй нас. Слава Суи, Сыну и Святому Духу, а подрай, слава, злик, веки Господи, умы, просвети и сердце. И усне моя отверзивай, ежепетитя, святая Троица. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и каи Гоже Деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна вас там благодарю тебя, Всесвятая Троица, Кому герает твоя благость и долго терпение. Не помилов он меня ленивый и грешный, Не поубил меня с этим законем моим. Но человеколюбцов и си обычная, И в нечаянии лежащий, и воздвигный, И си, твоя же утрень, и слава Своей, И державу Твою, имени Владыка, Просвети мои очи мысленные, Отверзи мои уста, поучачи со своим всем Твоим, И вернуйте заповеди Твоя, И творите волю Твою, И пейте Тя в исповедании и сердечном, И воспевайте в святое имя Твоя, Отца и Сына и Святаго Духа, И ныне и пристно, и в обеду и веку. Аминь. Придите поклониться Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу Царю и Богу нашему. Придите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. 61 Псалом Только в Боге успокаивается душа моя, От Него спасение мое, Только вон твердыня мое, Спасение мое, убежище мое, Не поколеблюсь более, Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, Вы будете незринуты, Все вы, как наклонившаяся стена, Как ограда повшатнувшаяся. Они задумались свернуть его с высоты, Прибегли ко лжи, Устами благословляет, А в сердце своим клянув. Только в Боге успокаивается душа моя, Ибо на Него надежда моя, Только вон твердыня мое, И спасение мое, убежище мое, Не поколеблюсь. В Боге спасение мое, И слава моя, Крепость силы моей, И упование мое в Боге. Народ, Надейтесь на Него во всякое время, Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Цены человеческие, Только суета, Цены мужей ложь. Если положить их на весы, Все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, И не числайтесь хищением. Когда богатство умножается, Не прилагайте к Нему сердца. Однажды сказал Бог, И дважды слышал я это, Что сила у Бога, И у Тебя, Господи, милость, Ибо Ты воздаешь каждому по делам его. 62 Псалом Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, Под Тебе томится плоть моя, И безводный, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, Как я видел Тебя во святилище, Ибо милость Твоя лучше, Нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, Как благословлю Тебя в жизни моей, Во имя Твое вознесу руки мои, Как токами ими насыщается душа моя, И радостным глазом восхваляет Тебя уста мои, Когда я вспоминаю Тебе на постели моей, Размышляю Тебе в ночные стражи, Ибо Ты помощь моя, И в тени крюк Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, Десница Твоя поддерживает меня, А те, которые ищут погибели души моей, Сойдут в преисподнюю земли, Сразят их силой меча, Достанутся они в добычу лисицам. Дальше возвеселиться о Боге, Восхвален будет всякий клянущийся им, Ибо заградятся у ста говорящих неправду. 63-й Псалом Услышь, Божий голос мой, В молитве моей, Сохрани жизнь моего страха врага, Укрой меня от замысла коварных, От мятежа злодеев, Которые застрели язык свой, как меч, Напрягли лук свой, извительное слово, Чтобы втайне стрелять в непорочного, Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили злом намерений, Совещали скрыть сеть, Говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, Делают расследование за расследованием, Даже до внутренней жизни человека И до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелую, Внезапно будут они уязвлены. Языком своем они поразят самих себя, Все видящие их удалятся от них, И убоятся все человеки, И возвестят дело Божие, И уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, И будет топовать на него, И похвалятся все правы сердцем. Слава Своему Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, И во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати. Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмениться же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никаких дел оправдующих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг мне от Твоей Слово Божие руки и защиты. Но хочу ли? Или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей, приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрева матери моей. Подоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некого в тот самый грех. И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Борстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Бога моему Иисусу Христу, во всей жизни моей, ныне, всегда и вовеки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на гости в мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невыдержанность мою. Не разложь с другому демону, посиди меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. После того, Ангел Божий, Хранитель и Покровитель, бедному души и телу, прости мне все, чем я оскорбил Тебе во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, взащи меня на настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронесли Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Пресвятая Ладочица, Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, а гони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые и худные помышления несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. Не погаси память страстей моей, и войнищ, и слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. Я освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благосценна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатия Владимировна, Никола и Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником молитвам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадуна, Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась, и Христа спасся, и избавь тебя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага, жилотворящая Христа Господь, не оставена грешен к уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей, поглядя на сопротивные дары Твоей, сохраняя крестом Твоим жительством, Господи помилать самого духовного родителя и судника, благословителя, митрополита Марка, Николая, Леофанцева, Тихона, Атония, священная Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Владимира, Владимира, Максима, Андрея и Глебу, не дай погибнуть, дьяконов Евгения Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Франциска Корния, Александра Деодора, митрополита Тихона, Иллариона, И весь священник, счастлив и счастлив и священник, и высшие лиственники, и служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающим священникам, и порожденного, высшего благодействия, вместо этого занятия. И смири власть и вольство, и регистрацию на них, и через них сотвори благое церковь. Господи, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. И преобразуешься отца в духовное, как Владимира Михаила, Заде, Парамзана, Владимира Александра, Владимира Иванова, и дару мира Израилю, России, Украине, или Белоруссии, Карабаху, Казахстану, когда люди смуты, и честно. Эти смуты, Янов, Алексей, Илью, укороти, покажи им ту бездну, куда не сталкивать людей и длительными согласностями, ничего не давая в тот момент, кроме погибели вечной. Слава тебе, Господи, за тихую, мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. И сей день сохранила вся порода зла и греха, помоги нам безгрешно прожить его. Слава тебе, Боже, защити наше жилище, селение от пожара, лагов, нечистой силы, благостоверяющие здесь, Андрея, Игоря, Владимира, Владимира, Алексея, Иосифа, укричьи добрые жители и длительные, любящие, не знающие, не уставы принесли, входящие в послушание, не уставы. И сохрани школу, спаси непобилу, Татьяну, Наталье, Игоре, Марине, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмила, Милова, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Юлия, помоги, Господи, благослови, новокрещенному, и деду. И все устрои, как угодно, волю твоей святой. Слава тебе, Христе Божий наш, «Найди все наше родство, им затеевали, и Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Ивану, Марию, Татьяну, Дятя, что не было пьянцев, избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Потеряну, Александра, Надюши, Владимира, блуждающих, Алексея, Сергея, останови, гоня, баннерно, себя и любви». Слава тебе, Христе Божий наш, вы застретите путешествующих и сохрани, как несчастного случая. «Найди все наше родство, Благодарим за устраители, Живи наш родство, Галлину, Александрую, и кейбентая авария спас Елену. Слава тебе, Господи, слава тебе, маушина сполни, и любви кейблогогердегене. Хвалат тебе, маушина, сердце, и слава тебе. Ну, Павану на милос твою. Медвенаме деблут, мирлюбов, и согласия. Благодарим за устраители, жилищ, где мы находимся. И храмы, в которых мы уходим, и деменея в молитвах. Мы вошли в сезон, и трудно заставили устроительный сезон, и одежды в будущем. И возникли на угрозу врагов, и не крестану их ложь, которые взяли на себя должность и мудрый, и дойка, и румиянина, подсматрившись, и сообщать властям. Закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумие. Благостоит благодетели наших, Елена, Елена, обросли Евгений, Наталья, надежды, и ритма. Мы просили об издании Нового Завета и проповедь в стихах. Получи нежелаемое. Слава Тебе. Благослови нас, Господи, помоги передать истину православия. Добрых помощников, помоги нам. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Слава Тебе. Брочащихся Якова, Анастасии, Благослови нас. Слава Тебе, Боже наш. Посетим болящим. Нахилы без ропа на перенести и страдания. И пошли населения. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Динания, Надежды, Людмилу, Любовь, Дянию, Александру, Мальзариту, Людмилу, Татьяну. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благословения, все это можно оказаться спасителем для нашей души. Слава Тебе, Боже наш. Сохрани наши сокровища, Винтония, Никодини, Статья, Благослови, расположи к нам. Благослови, трудящиеся на и по поприщам, Игоря, Юлия, Дмитрия, Игоря, Игоря, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила, Божеслови, обратите, Матвей, Благослови, Благослови, Германа, Александра, Симона, Леонтья, Валентина, Никитва, Андрея, Марина, Аллилуйя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Бога, Алва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся день дня. Слава Его, Аллилуйя. Благослови, Господи, Виталия, Никитов, Николая, дай им желание трудиться в пути лица, добывая свой хлеб. Меньше всего интересоваться в событиях мира бесконечной, а свои условия. Благослови, Михаила, Елену, Армана, Екатерину, жилища, и да послужат для прославления Тебя, Господи, Бог первые христиане собирались по домам, не имея ни одного храма во вселенной. Могим новые души, добрые соседи, и все дела по их устройству, сам устроит, как молитвы и то и угодно. Аллилуйя. Господи, Иисусе, Христианство, и Божие помилуй нас. Просвятая Госпожа Богородица, Трисна, Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас, молитвы, и покроем оформу любви от зависти и счастливых, от этих потоков и лжи. Земля-то поглотит все изрыгаемое, но не достигнет верующих, добы не спущали их, не совращали. Слава Тебе, Божий наш. Благослови Господи всех, кто помогал нам в совершить миссиям и несколько путешествий. Я благословю Виктора, Николая, Павла, Беннаилу, Владимиру, любителями, надежды, любви. Наума, вориентина, Самири. Самири и Тимур, да истину Христову, веру, забыли веренную пророку. Ангел Христов, хранитель мой, святой, моли Бога, Анна Игоревича, благодарю Тебя, мой новый ангел. Сколько лет Ты хранил защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный счастер, а душа будет разрушаться от тела. Проведи душу, и помытарством, страшным и непонятным, и введя навеки вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя. Ян Христов, и Теще Христов, моли Бога, а нас Господи, научи на житель бездне, имея пропитание и одежды, быть будущим силами довольными, никогда не растать, никому не забидывать, быть во всем экономном, в виде нуждающихся нашей помощи и по мере сил помогать. Так, дам удары, добрая жилья и сердца, дам ее. Святитель Христов Никола, дам Викторский, еще дам Божьего Слово, отходов, и воздействия на дубровский пастырь, моли Бога, а нас, и о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой доле печали и змея. Молите Бога, нас, и третки Божьи, Илья Елисей, Илья Елисей, Самуила Аарон, Ио, Авера, Иосиф Патриарх, Илья Елисей, Амос, Исаия, Иеремия, Варуха, Исифир, Иосиф Патриарх, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напад, Даним, Лотос, Икрот, Михея, Рамса, Аф, Иаса. Испомним Господь Духом пророческим Церковь Своего. Дабы день прихода, то наше отшествие не засталось приготовленным, чтобы вышли навстречу Тебе Господи с горящими, святыми, санитистыми делами, и сосудами, полными и добрых дел. За дело на Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы Архангеля, хилыми, херами, и крестолы Божьего и настоящие. Это апостолы, Икротether Павел, святые евангелисты, Матвея Марвупа, Иоанн, дару заходит нам жаль висе в священное писание, бочередливо недуманные или вещи, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушаю ты, да слыша травы твои, голос твой. Спасибо. Аминь. Мир всем и доброе утро. У нас так уже установилось, после утренних молений сразу же считается новый завет толкования блаженного Святой Варки. Может кто не знает это, можете остаться. Наши дорогие сестры Хапелина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна, а они сами взяли для себя как обязанность, уже лет пять, наверное, читают Слово Божие. И оно принимается. Господь дал им опыт чтения. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием святых отцов и комментариями. И дарю, разумеет, написано исполнить волю Твою во славу имени Твоего Святаго. Откровение Иоанна Богослова, 9 глава, 7 стиха. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожи на золотые. Лица же ее, как лица человеческие». Толкование и комментарии. Здесь апостол Иоанн описывает внешний вид виденной им саранчи, демонов, и ее образ действия. По своему внешнему виду саранча вовсе не была похожа на обыкновенную, поэтому и понимать ее надо образно. И каждый штрих ее внешности имеет свое значение. «Кони» в Писании являются символом воинственности. Как и Соломон говорит, «Коня приготовляют на день битвы». Притчи 21-31. «Люди стремятся к миру, ждут его, борются за него, но преисподние демоны исходят и нарушают его, разжигают войны. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю, и все, что на ней». Иеремия 8-16. «От колена Данова придет Антихрист, а храп коней уже слышен. Ржут жеребцы и готовятся пути, по которым помчатся истребительные кони преисподней. Уже дрожит земля, готовятся к предсмертным судорогам. «Слышен храп коней, но спят многие христиане в безумных наслаждениях, нежится мир. Восстань, о спящий, приготовься к брани, ибо день Господень близок. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, да наступает день Господень». Иоиль 2-1. «Демоны уже стоят подобно коням, приготовленным на войну». Иоиль. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы». Иоиль 3-9. В описании вида саранчи святой Иоанн везде употребляет частичку «как бы». На земле нет ничего более мерзкого, чем демоны, и в описании их он пытается найти какие-то земные сравнения. Далее Иоанн описывает эту саранчу, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. То, что видит Иоанн, нельзя назвать венцом. Венцом увенчан Христос. И увенчивает своих последователей. 2-10. Как мы и действительно видим, 24 старца увенчаты золотыми венцами. 4-4. Здесь же только подражание. Не венцы, а как бы венцы. И не золотые, а похожие на золотые. Так у сатаны все только подражательно. Он не может предложить что-то истинное и существенное. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. 2 Коринфянам 11 глава 14-15 стихи. И вот мы видим, как все у служителей греха имеют только вид ценности, красоты, истины. Так и награда их имеет только вид, как бы венца. И венцы эти только похожие на золотые. Так прельщает сатана. Весь мир теперь сплошная иллюзия и обман. Люди гонятся за властью, богатством, знанием, чинами, забывая простую народную мудрость, что не все золото, что блестит. Да и среди верующих столько лжеименного знания. И среди еретиков есть профессора богословия и прочее. Но все это имеет только вид мудрости в самовольном служении. Нет истинного апостольского рукоположения и послушания церкви. Колоссинам 2.23. Так верующие и неверующие строят воздушные замки, гонятся за миражами, прельщаясь ими, служат им всю жизнь. Но если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. 2 Тимофея 2.5. И вот после иллюзорной жизни иллюзорная награда. Да и на что могут надеяться служители того, кто и сам имеет только иллюзорные венцы? Эти недействительные венцы указывают и на то, что победы демонов являются кажущимися, мнимыми, временными. В буквальном смысле некоторые толкователи видят в этих подобиях венцам те ярко-желтые, золотые, четыре щупальца рожка, которыми снабжена голова обыкновенной саранчи. Человекообразным было, пожалуй, лишь лицо у саранчи. В остальном голова могла оставаться и саранчиобразной щупальцами. То, что лица саранчи подобны человеческим, говорит о разумности этих существ. Таковы и действительно являются демоны. Человекообразность их лиц говорит опять о их обольстительности. Истинного человеческого лица, каковое имел Иисус Христос, Сын Божий, они не имеют, но они приходят обольщать. Восьмой стих. «И волосы у ней, как волосы женщин, а зубы у ней были, как у львов». Толкование и комментарии. Этим указывается на бесовское сладострастие и возбуждение к блудодеянию и любодеянию. Так что, если человек ощущает в себе подобное, то это и есть в нем результат демонических сил. «А зубы у ней были, как у львов». Это указание на их свирепость и убийственную силу. Этим указывается, что они есть слуги того, кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое Петра, 5, 8. Можно здесь увидеть и указание на то, что внешне саранча имеет как бы женственный, мягкий характер, волосы, как у женщины, а на самом деле она жестока и кровожадна, зубы, как у льва. Девятый стих. «На ней были брони, как бы брони железные, а шум, открылев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну». Толкование и комментарий. «И здесь не железные, а как бы брони железные, только подражание истинному. Означает же это демонское жестокосердие саранчи, ее готовность к брани и неприступность. Подобно множеством фараонов и колесниц, гнавшимся за израильтянами, бездна выпускает на святых эти демонические колесницы. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени». Иоиль, 2, 5. «И такова даже еще не сама саранча, только шум, открылев ее. Слышится уже стук колесниц ада, с шумом рассекают воздух ангелы бездны. Бодрствуйте, христиане, мужайтесь». 10 стих. «У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев». Толкование и комментарии. Весь 10 стих есть просто дополнение 5 стиха. «Жало – это есть грех». 1 Коринфянам 15, 56. «А сделанный грех рождает смерть». Иаков 1, 15. «Находятся эти убийственные жала на хвостах саранчи, подобной скорпионам. Этим подчеркивается омерзительность этих существ. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев». 9, 5. 11 стих. «Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски «авадон», а по-гречески «аполеон». Толкование и комментарии. Этим завершается картина о саранче. Вслед за полчищами демонов выступает их предводитель, Вильзевул, князь Бесовский. Лука 11, 15. «Сатана». То, что сатана действительно был, как и прочие демоны, заключен в бездну, мы видим в Откровениях, 20 глава, 3 стих, где описано. «Христос низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать. В кончину же века сатана со всеми своими полчищами демонов будет выпущен из бездны. Дьявол, это ангел бездны, царь саранчи, найдет себе тогда в лице Антихриста достойного выразителя своей злобы и сделает его сыном погибели, 2 Фессалоникийцам, 2, 3, и даст ему силу свою, 13, 2, и великую власть. Здесь мы видим также, что и среди демонов есть разные чины. Демоны, падшие ангелы, и из какого лика отпали от Бога в таком лике пребывают и Исподние. Так и апостол перечисляет среди них начальство власти мироправителей, Эфесянам 6, 12. Здесь же мы видим ангела бездны, князя, царя, князя Бесовского. Это падший Херувим, и из Икииля, 2, 16, и царь преисподний. Имя этому ангелу по-еврейски Аввадон, еврейское слово Аввадон непосредственно означает гибель. Со временем оно сделалось названием «Место гибели и истребления царства смерти» Ио 26, 6, 28, 22, притчи 15, 11, 27, 20. А так как дьявол, имея державу смерти, евреям 2, 14, является виновником смерти, человека-убийца от начала, Иоанна 8, 44, то он, являясь олицетворением гибели и смерти, потому и назван здесь Авадон, то есть губитель. И справедливо, ибо он губит всех покоряющихся ему. То же самое означает и его греческое имя Аполеон – губитель. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Спаси Христос, сестра! Слава Христу! Отошел! С Богом хранится! Аминь! Спаси Христос! Аминь! Спаси Христос!